Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня я хочу рассказать вам о том, каким образом сейчас выстраивают свою стратегию рестораны, участники ресторанного бизнеса. Зачем вам об этом знать, если у вас нет ресторана? Да за тем, что очень важно понимать, что делают другие предприниматели, дабы каким-то образом свою собственную стратегию делать более грамотной. Итак, недавно я посмотрела видео с конференции, на которой были собраны самые различные рестораны, достаточно топовые, каждый из которых рассказывал о том, каким образом он сейчас переживает тот момент, который происходит. Я собрала несколько интересных обобщающих и разносторонних факторов, которые, возможно, могут вам помочь. Для меня они были весьма познавательными. Итак, самое главное, что я осознала, это то, что сейчас у ресторанов не стоит задача заработать денег на доставке, потому что доставка единственное, что осталось им делать. У всех стоит задача дать работу своим сотрудникам, и, безусловно, не всем. Поэтому, если у ресторанов были сети, то многие рестораны позакрывались, а некоторые переформатировались на доставку, в которой стали работать все люди, которых хотят сохранить непосредственно работодатели, и кто тоже остался. Потому что часть людей, безусловно, сказала, мы уехали на карантин, и все. На сегодняшний день все выстраивают свою работу именно не с позиции того, как заработать себе денег, а с позиции того, чтобы те люди, которые есть, им было что есть. И это как раз очень классный показатель, потому что часто, когда я рассказываю о каких-то идеях, люди говорят, ой, ну нет, сейчас работать за копейки, да зачем все это нужно? Да нужно это за тем, чтобы когда бизнес, в общем-то, включился, чтобы вы не потеряли ни своих клиентов, ни возможно своих сотрудников, или, возможно, вообще возможность для существования свою собственную. Поэтому в данном случае ставится на первое место то, что сейчас для вас является ключевым. Для ресторана ключевым является возможность продержать команду, платить какие-то деньги команде и кому-то весьма неплохие. Второй момент. У ресторанов, у которых не была отлажена история с доставкой, естественно, появились проблемы. Потому что тогда, когда ты никогда этим не занимался, это сложно. Все знают, что сегодня существуют службы доставка в Украине, это Глоба, Ракета, что-то там еще, и которые берут порядка 30% с ресторана за сумму заказа. И, безусловно, это съедает достаточно большой кост ресторана, учитывая тот фактор еще, что количество заказов, доставки, значительно упало. Об этом говорят рестораны, значительно. Что связано с разными моментами. Безусловно, люди стали экономить, безусловно, люди стали больше сами готовить, потому что они дома находятся. Плюс еще поменялись моменты по доставке. Например, некоторые службы Глоба доставки перестали брать заказы от ресторана, с которого они везут, больше, чем в радиусе 500 метров. Это, естественно, сильно повлияло. На этой конференции также присутствовал парень, который организовал прототип Глоба Ракета. Это украинский стартап, который рассказал о том, что сейчас за неделю, по-моему, последнюю, они выросли на 35%. То есть служба доставки выросла на 35%. Кстати, в новой почте сейчас требуется плюс 2000 новых курьеров набирают. То есть куда-то, видите, все-таки появляются рабочие места. В среднем человек, который работает на доставке, зарабатывает от 10 тысяч гривен, а хорошие курьеры, которые работают много, могут заработать порядка 35-40 тысяч гривен. Что, конечно же, повергло в шок рестораторов, потому что не всякий топ-менеджмент зарабатывает такие деньги. Поэтому еще раз показатель того, что вот прям нужны деньги, идите работать доставщиком. Деньги заработать однозначно можно. Удивительным фактором было то, что не все арендодатели, рестораны всегда в основном это арендный бизнес, они всегда арендуют площадь, потому что по-другому это не совсем является бизнесом, по крайней мере, так говорят рестораторы. Так вот, не всем дали арендные каникулы, и это, конечно, трешняк, потому что арендные каникулы в данном случае подразумеваются. И для ресторана платить аренду, а у ресторана в аренду весьма существенно, при неработающем заведении, это, конечно, треш. Многие выставили условие, что если ресторан не открывается, соответственно, он и не платит аренду. А если он открывается под доставку, то он платит. И многие рестораторы приняли решение не открывать какие-то конкретные свои рестораны, потому что аренда будет пожирать в любом случае все их абсолютно усилия. Кто-то понял для себя, что, например, сейчас время просто успокоиться, не работать особо на доставке и заняться какими-то своими приложениями внутренними, подработать, подкрутить, потому что так или иначе рестораны говорят о том, что в скором времени, если не будет службы доставки собственной, то это будет существенно забирать их косты, что, опять-таки, естественно, нормально. Суши.я сеть украинская, достаточно крупная, которая имеет практически половину рынка доставки, ну, может быть, чуть меньше суши по нашему городу и, может быть, даже по стране, но по городу точно могу вам сказать. Сказали о том, что у них, по сути, ничего не изменилось. И они очень активно работали и раньше над развитием собственной доставки. У нас в Киеве есть много их машинок. И сейчас, в принципе, ничего не изменилось, количество их заказов не уменьшило и не выросло. Что еще раз говорит о том, что те люди, которые как бы не то, что тренды словили, а которые попали вот в данный момент это время доставок, по сути, сегодня себя чувствуют хорошо. А те, кто не сумел этого сделать, тот не сумел этого сделать. Безусловно, все рестораторы сейчас озабочены тем, что необходимо выплачивать внутренние все эти налоги и прочие штуки, на которые государство не дает никаких каникул. И, честно говоря, я в который раз перекрестилась и подумала о том, как хорошо, что у меня нет никаких ресторанов. Потому что, конечно, бизнес очень и очень опасный, особенно тогда, когда он останавливается. И особенно тогда, когда ты не понимаешь, что делать. Кто-то переходит сейчас в формат доставок коробок еды. Помните, я недавно показывала вам на канале бокс-кейтеринг. Вот как раз сейчас говорят о том, что время того, что люди, в принципе, не против заказывать какую-то еду себе, готовую, интересную решение в коробках. Потому что по-прежнему все равно есть люди, у которых достаточное количество денег. И рестораны сейчас тоже пробуют под это перестраиваться. Но это совершенно разные бизнесы, совершенно разные истории. И как бы это достаточно проблематичным является. Некоторые рестораны классные, например, как Milk Bar в Киеве, сказали о том, что они столкнулись как раз с первой проблемой того, что заказов было много, и они были не готовы к такому количеству заказов. Заметьте, что тоже вот интересно, казалось бы. И у них пошел, короче, максимальный сбой. Потому что, когда ты маленький, кажется, что ты можешь взять заказы любым способом. Ты рад любым заказам. Но надо не забывать, что кухня – это определенная технология. Доставка – это определенная технология. И когда ты заточен под другую технологию, вот этих быстрых изменений сделать нельзя. Самым сейчас топовым моментом, и, кстати, не только в Украине, является пиццерия. То есть пиццерия сейчас на коне. Потому что пицца, как известно, для нас одна из самых любимых блюд. Очень для нас на доставке. Как бы все привыкли к тому, что пицца на доставке. И пицца сейчас процветает. И многие говорят о том, что как раз вот этот простой продукт, он сейчас очень неплохо кормит непосредственно пиццерии. Тем более у них у всех практически есть своя доставка. То есть для тех, для кого кардинальным образом ничего не поменялось, кроме того, что спрос вырос, сегодня, конечно, время очень и очень активное. Что заметила я еще из рестораторов? Значит, что их, кстати, сказали рестораторы? Что сейчас очень сильно помогает. И вообще единственное, что спасает, это то, когда непосредственно сами владельцы выходят на первое место в общении с клиентом. То есть в социальных сетях исчезает вот эта наша пицца, наша компания. А выходит я, владелец такого-то ресторана, и он начинает активно коммуницировать. В принципе, то, что делает все время Дима Борисова, если вы сейчас посмотрите на его соцсети, то он выкладывает и рецепты с ресторанов, и, в общем, очень активно взаимодействует с аудиторией, продолжает это делать. И недавно, кстати, они разработали, вот буквально пару дней назад появилась реклама, сертификаты на доставку, когда ты можешь заказать своим друзьям. То есть они говорят о том, что порадуй, передай привет своим друзьям, порадуй своих друзей и закажи что-то для них. С вашего любимого ресторана, например, где вы вместе проводили время. Не знаю, опять-таки, насколько это рабочая история, но запустили. То есть в любом случае самое главное быть, конечно, на слуху и привлекать внимание. Многие говорят о том, что, возможно, реструктуризируется, и впоследствии сейчас какие-то рестораны нужно будет закрыть, для того, чтобы усилить другие. Моя любимая Салатейра, Ира Добруцкая, они непосредственно до вот этой всей ситуации, они уже готовили еду to go с собой, потому что их еда – это вкусные салаты, запеканки в основном, в основном салаты на салатах, построены там на пасте, и их еда готовится прямо при… собираются все эти салаты прямо при клиенте. И они готовили как раз наборы, где ты заходишь как, ну, условно, в маленький отдел, где уже стоят готовые салаты в коробках, ты их просто взял и пошел. И вот этот формат они хотят докрутить, потому что сейчас, конечно, он был бы очень активен. Но собственная служба доставки значительно выгоднее, чем вот эти все главы и прочие ребята, которые, конечно же, доставляют, покупают еду, но сжирают огромное количество прибыли. Еще рестораторы говорили о том, что сейчас невозможно при вот этих всех доставках и прочем, невозможно будет, когда рестораны вернутся, делать какие-то скидки людям, делать какие-то плюшки дополнительные, потому что все это напрочь съедает кост, и мы уже скоро сталкиваемся с тем, что в супермаркете будет купить по такой же цене, в общем-то, еду, как и сходить в ресторан, что в корне есть неправильное. Мне очень понравилось вообще вот это сам, сам этот междоусопчик, который происходил, потому что все достаточно открыто говорили о своих проблемах. Мне, например, было со стороны очень интересно послушать, чтобы увидеть общую картину и, конечно, повосхищаться бесконечно этими предпринимателями, которые попали в очередной раз в ситуацию такую не особо приятную, но никто из них не раскисал, и все из них искали решение, и самое главное решение, конечно же, это как сделать так, чтобы люди, которые на них работают, люди, с которыми они много проходят и прошли, не остались без хлеба, не остались без крова, ну и, естественно, чтобы впоследствии клиент мог каким-то гость, как называют рестораторы гость, мог весьма безболезненным способом к ним вернуться, хотя все отмечают то, что на 20-30% однозначно сократится выручка и, в принципе, потребуется еще продолжительное время для того, чтобы все вернулось. Самые утешительные прогнозы, которые они для себя делали, это то, что рестораны запустятся с 1 июня. Каждый ресторатор об этом говорил, и вот это был такой самый утешительный прогноз, что с 1 июня, значит, все рестораторы надеются на то, что в большинстве своем есть некоторые другие рестораны, ребята, которые говорили о том, что даже не думайте ни о каком 1 июня, это не произойдет и вообще может произойти к осени и так далее, и так далее, и так далее. Но все прекрасно понимают, что пришло время доставок, пришло время изменений, и так или иначе это необходимо делать, делать вот эти реформации. Поэтому вот вам еще один такой глобальный кейс ресторанного мира, наблюдайте, смотрите за тем, что делают другие и включайтесь самостоятельно, тоже думайте о том, что вы можете делать со своим бизнесом. Я вам точно могу сказать, что решения есть, и если их придумаете не вы, то их просто придумает кто-то другой. Никто не мешает вам делать подобные собрания в вашей сфере, быть инициатором этих собраний, узнавать, кто что планирует, как делать, для того, чтобы вырабатывать какой-то собственный план или вырабатывать какой-то общий план, но работать своими мозгами. Удивительнейшее время, когда идет время перестроек, и когда вы можете очень сильно изменить и свою жизнь, и свой бизнес. Просто не забывайте об этом. Если вам было это интересно, дайте мне, пожалуйста, знать. Напишите об этом, типа было интересно, может быть то, что вам понравилось наиболее всего, какая информация была для вас полезной. Если вы считаете, что вы потратили свои 14 минут зря, оставьте это мнение при себе, потому что мне будет очень обидно. Все, ребят, всем хорошего дня, не болейте, пусть все будет хорошо, stay home, я вот в машине, туды-сюды и stay home. Всем пока.